МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в прошлый раз договаривались, что будет семинар у нас по теме формы товарно-денежных отношений при солизме. Вот, просили подготовиться, товарищи, подготовить выступление самостоятельное, высказаться по этому вопросу, сформулировать вопросы, если есть что-то неясное, ну и, короче говоря, обсудить эту тему, насколько для нас это возможно. Ну и, конечно, сегодня на фоне происходящих в мире, в России экономических процессов, Советский Союз и его экономика кажутся очень спокойным таким морем, где тих, гладь и Божья благодать. И старшего поколения люди, я думаю, это очень хорошо ощущают, вспоминают. Вот, тем не менее, были и там проблемы, в том числе и проблемы теоретического свойства, поэтому в экономической науке, в советской, сложились такие два направления. Одно, которое потом в публицистике назвали купцами, которые говорили, мало рынка, надо больше рынка, только развитие рыночных отношений спасет экономику СССР, и другие, которых некоторые ретивые журналисты назвали кавалеристами, отстаивали план, плановую экономику, плановое начало руководства. Но вот эта вторая линия оказалась побежденной, хотя за советское время не было ни одной научной конференции, которая бы официально поддержала курс на рынок. Курс на рынок поддерживали отдельные экономисты, которых и продвигали в правительство, в том числе такие, как одно время, помните, был премьер-министром профессор Абалкин. Вот, значит, сегодня, я думаю, всем уже, наверное, очевидно, в том числе этим товарищам, значит, рыночникам и руководителям всего этого движения к капитализму, в том числе, мне показалось, на какое-то мгновение, может быть, состояние шока и гражданина Чубайсова. Если кто-нибудь видел его выступление, значит, в день и на месте расстрела Бориса Немцова, он вышел такой напуганный, напуганный, трясущийся и говорит, нам всем, всем партиям надо задуматься, куда мы ведем Россию. И я сразу своим ближним говорю, ему надо задуматься, куда вы привели Россию, как теперь за это ответить. Вот. А вчера в интернете читаю Евгения Киселева, знаете, наверное, все Евгения Киселева, был такой в НТВ, значит, телеведущий, супер-демократ, который буквально мои слова воспроизводит. Чубайса он тоже почему-то не любит и говорит, что вы должны подумать, куда вы привели Россию. Начевается на своего бывшего соратника и по партии. Вот. Так что, значит, вот эта вот борьба, она отражала и реальные противоречия в экономике. Что и в экономике были эти противоречия. Поэтому они развивались в какой-то мере параллельно. Начиная, значит, с хрущевских времен. С одной стороны, практики потихоньку развивали сами эти товары, рыночные отношения. С другой стороны, рос круг людей, значит, которые это движение обосновывали. Пока реформа 65-го года, она вообще не поставила, значит, рыночные показатели, финансовые показатели, прибыль, значит, во главу денежного учета и контроля. Отодвинут в сторону показатель производительности труда, себестоимости и так далее. И сколько потом не было реформ, после 65-го года, в 70-м году, в 79-м, само собой тут 85-й, все они ратовали и продвигали идею, что нужно больше рыночных реформ. Потом уже разорили СССР, экономику СССР. Ну в чем проблема? А потому что землю еще не продаем. Давай землю продавать. Начали землю продавать. Все равно не помогло. Развалили, значит, экономику России в два раза. Поэтому это вопрос такой фундаментальный, животрепещущий, мне думается, и требующий такого вот осмысления, отчасти и глубокого, отчасти и постоянного. Он все время должен быть в поле зрения, мне кажется. Мы не должны терять его из виду. Что вот здесь какой-то нерв и экономической мысли, и политики. Поэтому, если есть у кого-то какие-то размышления, кто-то подумал, помыслил и хочет поделиться своими мнениями с товарищами, сегодня как раз хороший момент это сделать. У нас многие товарищи рвутся выступать и не додают времени. Вот сегодня это можно сделать, как говорится, по полной программе. Прошу. Вот вы сказали, что на вопросы будете отвечать. А кто будет отвечать, если вопросы возникнут? Ну, если вопросы будут, с Виктором Аркадьевым ответим, я надеюсь. Ну что, или все-таки эта тема не вызвала большого интереса? Ну как не вызвала? Ну, так какие идеи она вызывает? Какие у вас вызвала она идеи, проблемы? Вообще, это так-то сложная тема, поэтому надо быть настолько эрудиированной граммой, чтобы все это понимать. Во всяком случае, в 1977 году, насколько я это считал, например, такой момент, значит, часть руководящего состава Политбюро, авторы не называемые, значит, договорилась с Федеральной резервной системой США о том, что эмиссию, будет осуществляться эмиссия денег под их контролем. Такое вы слышали? Нет. Вот. И сейчас наш Центробанк является реальным филиалом Федеральной резервной системы США. То есть, они могут эдефантики свои... Нет, сейчас-то под контролем считать, конечно. Ну, что же, я думаю, все-таки... Оставлю, пусть там, товарищи, напомню. А тогда, я думаю, еще нет. Вот с 1977 года начался... Нет, с 1977 года нет. Нет, я помню. Пожалуйста. А, вот, товарищи. Не-не-не, ну, пускай. Старшим, почет. Ну что ж, мы видим, что та позиция, которую до нас привели, с одной стороны, это был ослаблен рабочий класс, и сегодня мы видим, что особенно событие на Украине показывает о том, что ослабление позиции рабочего класса, особенно советской власти... Ну, что украсить, что сегодня арестовали главного редактора газеты «Рабочий класс» на Украине, Бондарчука, который пытался пробить какими-то путями, доказать на Украине, что это фашистский режим, что там самое... То есть ослабление позиции рабочего класса приводит к тому, что фашизм начинает распускать руки, крылья свои и начинает одолевать. Потому что, будь Украина советской, как говорится, то такой позиции не случилось бы. И вот наша роль сейчас, ну, в первую очередь, это овладевать знаниями, повышать свой идейно-политический уровень, и, главное, держать правильное направление, видеть в советах основную роль в советах, которая была бы намного прочнее и привела бы нас к коммунизму. Конечно, не так просто это еще, мы знаем об этом, но осуждать мы должны. Ну, и я думаю, по поводу Бондарчука тоже, видимо, надо будет в эфире, в интернете сделать заявление, иначе человека, там уже идет сплошное уничтожение лидеров, людей, те, которые не согласны со взглядами фашизма, американского фашизма, и просто так нам, конечно, это еще не одолеть. Просто моя позиция о том, чтобы изучать, овладевать и пытаться любыми средствами построить новое общество. Это в общих часах. Так, но мы все-таки о товарно-денежных отношениях сегодня хотели поговорить. Отрицательный опыт вообще Советского Союза, начиная с 50-х годов и до 90-х, до эпохи расцвета и так называемых перестроек, все прочее показал, что рынок – это неотъемлемый атрибут товарно-денежных отношений. Товарно-денежные отношения имеют наивысшее свое развитие при капитализме. То есть и классики давно говорили, что рынок, товарно-денежные отношения, они, естественно, неизбежно приведут к капитализму, что и случилось, в принципе. Как бы мы ни называли, там, постиндустриальное общество, там, империализм, это все равно, так сказать, общее название этого строя – это капитализм. Поэтому люди, которые, ну, скажем, устраивали реформу 65-го года, когда был взят курс как раз именно на получение прибыли, ну, то есть то, что мы говорим, на рынок, на усиление товарно-денежных отношений, противовес, скажем, коммунистам, которые боролись за то, чтобы как раз уменьшить их роль, чтобы свести их чисто, ну, счетовоческие функции товарно-денежных отношений. Тем не менее был взят курс как раз на развитие товарно-денежных отношений. И в результате мы вполне, так сказать, ну, как бы не случайно совершенно пришли туда, куда пришли. Но другой вопрос вот у меня возникает – почему стало возможным? Почему стали возможны эти корсегинские реформы? Ведь проводила же ведь партия, которая, вроде, была коммунистическая, которая была в зените, можно сказать, когда никаких оппозиционных сил, вроде, и близко даже не было, кроме западных. Вот надо искать причины в чем. Мы с товарищами, как бы, пытались выяснить причины. То есть, глубже, это причина, в принципе, причины поражения социализма в Советском Союзе. Когда это случилось? Почему? Потому что это же ведь было только усиление товарно-денежных отношений. Это только, как бы, видимая часть айсберга. То есть, это вот то, что мы увидели, что социализм терпит поражение. Я обращал внимание на то, что еще на 19-м съезде КПСС в отчетном докладе Маленкова, он уже указывал на то, что партия проигрывает идеологическую борьбу. И что надо принимать срочно меры. И меры принимались, но, как мы понимаем, недостаточные. Возьмите, перечитайте этот доклад. Это писал один из человек, который за этим наблюдал, у которого все это было перед глазами. Я думаю, что это как раз не фантазии, ничего. Это реальное, так сказать, положение дел было, на что обращалось внимание. И как раз вот переход к товарно-денежным отношениям, это было очередной вехой в наступлении, скажем, капитализма. Вехой поражения рабочего класса, поражения его авангарда. Вот, я думаю, еще точка зрения, с которой надо рассмотреть это. Не только с экономической, но, я думаю, что и с политической. Почему это стало возможным? Ведь мы знаем, что Хосыгин во время войны, кем он был? То ли заместителем министра оборонной промышленности. То есть это вроде как испытанный коммунист, которому партия доверила очень много, да, член ЦК, да. И тем не менее под его руководством, а я уверен, что в теоретическом плане он был отнюдь не глупый, наверняка отлично понимал, что делает. И почему мы не услышали в партии голосов, которые... Ну, не голосов, а, скажем так, сил, которые выступили против этих шагов к капитализму. Вот, я думаю, что еще с какой точки зрения надо посмотреть на это. Все у меня, пока. Спасибо. Чуть-чуть секунду, чтобы я напомню по поводу Хосыгина. Дело в том, что Хосыгин именно противился Брежневскому разрядке. Брежнев считал, я на этом вопросе в Федеральной Евгенции сделал этот шаг, говорил о том, в отношении того, что буквально уплыли тысячи тонн золота туда. Значит, вот фактически, знаете вы или нет, значит, что вот эти две организации ООН, значит, Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции развития, это фактически полностью подконтрольны двум группировкам. Это Ротшильды и Рокфеллеры полностью. И потом по поводу Хосыгина еще, я в практическом плане скажу, что отговаривал Брежнева, значит, в отношении вот этого, того, что подконтрольны федеральные зерно-стены США, вот есть не частные, частные организации, не государственные, но Брежнев сказал, нет, нам разрядка дороже, нам дороже отношения с Западом, и предложение Корсыгина похилило. Подождите, но мы говорим о том, что Корсыгинская реформа 65-го вагу подождите. Это в сторону. Да, это в сторону немножко. Мы говорим, что реформы 65-го года проводились под руководством Косыгина, и поэтому они были, так сказать, да, и названы Косыгинскими. Поэтому вот возникает вопрос, почему, каким образом партия вот скатилась к таким условиям? Сейчас, сколько не надо, и Ротшильдов там, и уже, давайте, посреди, закончим. Дело в том, что ведь в Сталинской работе экономические проблемы социализма, значит, он понимал, что проблемы есть, видимо, это связано с проблемами. Так, пожалуйста, еще какие суждения на эту тему? Суждения или вопросы? Суждения. Семинар сегодня у нас, суждения высказываем. Когда убрали производительность труда? Так, это вопрос. Вы выступить хотели, Владимир Владимирович? А, пожалуйста, я выступил. Я думаю, что показатель производительности труда никогда его не убирали. Всегда... Нет, его не в смысле убирали, а его на второе место. Всегда подчеркивалось, что мы должны повышать производительность труда. Это конечно. Ленин же сказал, мы должны победить, коммунист победит более высокую производительность труда. Поэтому его не уничтожишь, не уберешь. Но какую роль он играет? Так, в заключении, на словах всегда подчеркивается его... Только вы роли играли, я помню. Надеюсь, что было. Так, выступление есть еще? Так, ну ладно, тогда у меня такое предложение. Я подведу кратенький итог вот этому обсуждению, этой первой, можно сказать, части. И потом у Виктора Аркадьевича есть предложение по второй части. Если можно, тоже по этой части. А, ну, пожалуйста, хорошо. Значит, я хотел бы по этой части продолжить некие соображения, которые высказал Александр Сергеевич. И которые уже звучали у нас на лекции. В том числе поделиться воспоминаниями, поскольку тоже уже давно живу и был участником некоторых этих событий. Вот мы уже отмечали здесь, что мы стараемся все рассмотреть с научной точки зрения. А в науке, в конце концов, вопрос-то решается не голосованием. Может быть, так сказать, один человек прав, а тысяча человек не права. Ну, бывает. Один говорит, что она вертится, а все остальные говорят, что солнце вращается вокруг. А потом оказалось, что один прав. То есть в науке основной критерий, конечно, это практика. Как учил нас дедушка Ленин. Поэтому, с точки зрения, значит, вот сегодняшнего положения, хоть и сборки, но удовлетворения, мы можем сказать, что наши товарищи, в том числе некоторые из ныне живущих товарищей, предвидели, предупреждали, предсказывали, что лечение социализма капитализмом приведет не к расцвету производительных сил, не к счастью народа, а к большим-большим бедствиям. Вот это надо, значит, прямо сказать. И сейчас я некоторые факты вспомню. Значит, тем более, что повод удобный. Ровно 25 лет назад проходили первые съезды инициативные коммунистов, которые боролись против Горбачева и Горбачевщины, против Курса. Проходили они недалеко отсюда, вот в доме политросвещения. Вот нам, Александру Сергеевичу, отсутствующим здесь Михаил Васильевич Попов, Голко Виктор Ивановичу, довелось в них участвовать. Ну, еще целого ряда товарищей. И затем мы с общей позиции вот тех ученых, которые выступали против рынка, против рынка как внедрения капиталистических, прежде всего, отношений, выходили и на российский съезд учредительный, тогда КПРСР, и на последний, 28-й съезд КПСС, где Горбачев, так сказать, проводил свою линию, и прочее, прочее. Поэтому, хотел вот обратить общее внимание, что вот мы, как участники тех дел, свидетели живые, говорим, что неправда, что все сдали без боя, развалилось, тихо, мол, провели, все молчали, ничего подобного. Были схватки боевые, острые, эмоциональные, очень, так далее. Но, значит, сил не хватило, да и действовали ребята эти подлых. Вот тот же Горбачев, мне, мне лично, не, говорил, что я до последнего дня останусь коммунистом. слышишь? А тот же Ельцин, 89-й год, он идет на выборы, депутаты, народные, СССР, по московскому округу номер один, где он 82% голосов назвал. И на вопрос журналистов, кто является вашим идеалом человека, так сказать, и политика, он твердо и однозначно отвечал, Ленин! И строили они, обещали вообще-то, социализм с человеческим лицом. То есть, понимаешь, они к этому делу вели подло, они лукаво вели. Кто-то из них открытый подлец и знал, что действует, там и агенты влияния есть и все такое, но основная масса ведь она, как бы сказать, не понимая, поддаваясь на красивые слова, поддаваясь общему модному течению, что по теории как раз и называется оппортунизм. Возьмите там такой человек, Егор Кузьмич Лягачев, он в личном плане, вот ему скажи, жизнь отдает народ за социализм, он отдаст. Но поскольку громадежки вот всего этого не хватает, то кругом говорят, рынок, 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 иначе нельзя, это весь цивилизованный мир невозможно. И он тоже выходит на трибуну, говорит, ну, товарищи, я тоже за рынок, только я за социалистический рынок. Вот таким образом идет сползание в эту сторону. Это к вопросу в продолжение о Корсегине и о его товарищах. Не надо думать, что это заслонный агент там и завербован или что-то. Это речь идет о теории. Впервые в мире строили социалистическое общество. Про тормяные дороги никто не знал и, так сказать, пытались приложить каждую дорогу и как-то сообразить. Это первая такая мысль, что были эти бои. Второе, что я хотел отметить, что этот вопрос имеет чрезвычайно важное, актуальнейшее значение для сегодняшнего дня, потому что, во-первых, есть еще Кумпартии, которые находятся у власти. Те же китайцы с населением там четверть земного шара, те же вьетнамцы, кубинцы, и они сейчас эти моменты переживают. И они сейчас многие пытаются как бы строить вроде бы социализм, и знамя иметь красное, а сами решают вот эти вопросы. И рынок, и рабочая сила как товар, и товарно-денежные отношения, и пошло-поехало. То есть это не какая-то история, и тут вот эти профессор с политиком взялись вспоминать молодые годы. Это для сегодняшнего дня вопрос. Теперь к вопросу вот некоторых штрихи, значит уже, как эти бои шли, и как они, значит, звучали слова. Вот учредительный съезд с КПРСР. Значит, нам довелось получить слово для доклада. Я выступал от имени движения коммунистической инициативы. Нам удалось не просто там несколько делегатов провести, а делегатов было немного. Наших сторонников было всего человек, ну, который организован был, человек 15. А плюс к этому мы сумели пригласить в качестве гостей съезда, рабочих, ученых, так, значит, и они создавали определенный фон, и выступали, пробивались к микрофону. Вот, Михаил Васильевич Попов был, Золотов был, из Нижнего Новгорода, Керентьев Юрий Григорьевич был, значит, Соберяков даже, Степан Степанович был, тогда же, Долгов Виктор Георгиевич, это я к тому, что, если кто не ленивый, посмотрит с инограммы съездов, и не найдет ни одного выступления против, Зюганова, например, нету там. Он сейчас говорит, я против Горбачева, я там что-то написал, молчал, в тряпочку сидел, можно сказать, что я делегатом не был. Вот, не делегаты, а выступали, тот же Терентьев, тот же Михаил Васильевич Попов, выступал специально, пробили мы это выступление, и говорил, что такое революция, и что такое контрреволюция. Революция, это замена прогрессивного, прогрессивным слоем, жившего, вот, социалистический, заменил капиталистический. А мы куда двигаемся? Вперед или назад? Это кто предлагает приватизацию? Заметьте, приватизацию предлагали деятели, которые в недрах ЦК КПСС разрабатывали курс. Да, у Зюганова в работах можно встретить, эта варварская приватизация, был же другой вариант, мы же в недрах КПСС разрабатывали, другой, хороший, когда именная приватизация, каждому, так сказать, именной чек, так сказать, и никому он за колбасы его не придаст, а две Волги именно сюда поступят. То есть вот о чем шла речь. И вот Михаил Васильевич выступаем, говорил, это приватизация, кто же у нас скупит? Заводы, фабрики, поля, может, профессора скупят? Да нет, у нас все зарплаты и доходов никак не хватит. Может, рабочий класс скупят? Там все гага-гага, смехи не получается опять. Так кто скупит? Мы для кого это делаем? Это на съезде все спрашивается. И вот, значит, 28-й съезд партии, на нем образовывают примерно 5 тысяч делегатов. Это будет большой форум, правильно? Пробиться на трибуну и выступить, это выступить. У нас-то не вдруг слово тут получишь, особенно, когда кого-то не надо выпускать. Это образовано штук 10 комиссий по организационным вопросам, по идеологическим, по пропагандистским, по международным делам, в том числе комиссия по экономической политике. Комиссию возглавил, значит, Абалкин, знаменитый, известный, и с ним рядом Рыжков Николай Иванович. Надо сказать, что Николай Иванович Рыжков, хоть он тогда вроде бы и за этот курс, но все-таки он по-человечески, но чувствовал, что дело-то хреново. Все-таки он был директором Ралмаша, и к железу ближе к пониманию жизни был. И многие помнят, как его пробовали, обидеть, что ли, говорят, что он плачущий большевик, это когда он на съезде народных депутатов СССР, он как бы не очень выдержан, спросил, вы людей в капитализм ведь ведете? А вы их спросили, вы с ними, так сказать, посоветовались, вы им прямо сказали, куда вы идете? И вот мы как-то в перерыве, а съезд идет 11 дней, долго, в перерыве подходим к Рыжкову, тогда был я, Сергеев Алексей Алексеевич, Стрябков, помнишь, Гуйбышевский, Гуйбышевский счет, Золотов, по-моему, Крышков, Евгений Николаевич, ну, у нас есть с вами разногласия многие, но все-таки хотелось бы потолковать, мы-то все-таки не враги, мы вместе за социализм, вот как вот этим всем противостоять и что делается? Он такой усталый стоит, значит, смотрит как-то к Дальгой, мужики, конечно, встретимся, но вы даже не представляете, для чего все херово. Так, прям, еще, еще, он еще сказал, еще примере, так, я уже не стал в общем-то, так вот, работают эти комиссии, каждая готовит свою резолюцию, вот один день, это был день за предпоследний день съезда, я пришел позже, выступал на одном заводе в Зеленограде, там, и прихожу, а тут будораженные наши товарищи, Сергеев, Крючков, который там был, пригорает, прямо чуть ли не за грудки, вот пока я не был, они изменили тут ход порядка дня и за 20 минут провели резолюцию по экономическому вопросу, причем, значит, когда эту комиссию образовывали, я попробовали назвать о переходе на рыночную экономику, там, возмутились люди, в том числе, одни, помню, рабочий парень был, как, который, за что это вы за нас решаете, что уже на рыночную экономику, комиссию надо назвать о социальной экономической ситуации и что делать, например, так и назвали, но пока комиссия работала, она пришла, как бы, к выводу, что другого пути нет, поэтому мы возвращаемся к тому, что предлагаем назвать ее к рыночной экономике, и вот, мол, с утра, пока тут люди были не готовы, председателем был Рыжков заседание съезда, они за 20 минут эту резолюцию о переходе к рынку приняли, в котором говорится, что другого не дано, весь цивилизованный мир, рыночные отношения, высвобождение инициатив, так сказать, людских, мобилизация ресурсов, ну, там, всяких словах, можно, это все есть, все это доступно, можно читать, проще, вот мы собираемся, ну, что делать, как, как, вот, противостоять, вроде, мы там пробовали, кукарек, рассказывать, ну, была закреплена такая норма, в регламенте съезда, и в уставе партии, если, значит, одна пятая часть, 20% съезда, голосует за какое-то особое мнение, то тогда это мнение фиксируется, в решениях съезда, и к нему обязаны возвращаться, через какое-то время, это, как бы, право меньшинства, практика, критеристы, прошли, какой-то участок дороги, и посмотрели, а кто был прав, когда указывали, куда идем, куда-то, куда-то, ну, хорошо, можно это мнение высказать, мы его, изложили на бумаге, на одной страничке, это все было позже, а как слово-то получить? Слово получить трудно, потому что, предпоследние дни, все уже, попробуй, в регламенте записано, что, слово получить можно, если из-за тебя высказывается, 50 человек, делегат, тогда тебе обязаны дать слово, вот мы под этой резолюцией, разбежались по разным концам, через какое-то время, собрали 150 подписей, просим слово, ну, поручили мне, сдали эту резолюцию, в секретариат, секретариатом командует, наш питерский парень, Житинек был, секретарь был под комыски, русского завода, в секретариатом командует, слово не дают, и все, нет, идем в секретариат, и к этому передали в президи, уйдем, президент, и чертозава войдешь, там же охраны, ГГБ, век, 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 так этот день не пролетел, наступил следующий, последний день работы, 28, последний все, до обеда пробуем найти концы, там, здесь, здесь, там, пока уже Житинева не взял, под руки, я не повел к президию, все так сказать, Экатлана, раз, так сказать, какое дело, может где-то и потеряли, но мы верим, что это было, ждите, дадим слово, но верим, ждите, это, в зале стоит 23 микрофона, вот, наших сил хватает, чтобы все 23 микрофона перекрыть, то есть, у каждого микрофона стоит представитель, и, как бы то ни было, значит, сейчас он что-то скажет, президиум видит все это дело, обстановка накаляется, я сижу в первом ряду, пришел, потому что, пока слово, все уже, ну, как бы, не столько следят за, что-то, выступает, говорит, а, чего-то тут у них назревает, Горбачев, чувствуя это дело, значит, машет рукой, заходи, в президиум, но я захожу, в президиум, там, за спинами, продвигаюсь с ним, а он председательствует, «Виктор, по курсу на рынок», слушай, ну, чего дает самое, 11-й день, говорим, по этому же, надоело всем, выгод, ну, если положим, ну, мы думали, ты наш, Виктор, я ваш, я партия, но расположено, а вы прошу дать слово, не разрываю дистанцию, потому что, ну, глаза у него такие, глубокие, темные, какие-то, прилипчивые, чтобы разорвать это, положено, стою снова в первом ряду, Михаил Сергеевич думает, думает, потом папку свою бросил, встал, взял папку и ушел из президиума, все, ну, вообще, слушай, ты что там, он такой сказал, что, да, он 10 рублей взаймы взял и не возвращает, ведет заседание, значит, первый секретарь украинского, Рискома был, какого фамилия, кто запомнит, Хербицкий? не, 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 сейчас вспомню, значит, и он, чтобы выйти из ситуации, значит, говорить, товарищи, вот тут есть такое заявление, значит, и мы обязаны дать слово, поэтому ничего не поделаешь, давайте, пожалуйста, прошу, кто будет выступать, и излагаем наше заявление, суть заявления, большинству, наверное, известна, это заявление меньшинства, которое говорит, что лечение социализма, капитализмом, приведет не к рассвету, а к раху, и курс на рынок, то есть на капитализм, проведет нашу страну большим бедствием, а партия, которая называется коммунистической, значит, этого удара не выдержит, потому что она не нужна будет, потому что коммунистическая партия, которая ведет в капитализм, не будет поддержана рабочим классом. Здесь Станислав Иванович, сейчас вспомню его фамилию, значит, Иваш, говорит, ну, мы вас заслушали, есть предложение принять сведения, потому что у нас же нет этой резолюции на руках, за что мы будем голосовать? Ну, тут мы говорим, стоп, мы предлагаем проголосовать как раз за то, что заслушали, не ли, межества, обязаны поставить на голосование, будьте добры. И вопрос был поставлен на голосование, 1259 голосов, из четырех с лишним тысячи делегатов, которые были в наличии живые на собрании, они проголосовали за мнение меньшинства, которое, в общем-то, не половина, это треть, это треть из присутствующих, четверть из списочного состава, скажем так. Поэтому, это мнение было зафиксировано, партия была предупреждена, говорит, что не было боев, не знали, не то, были бои, были, знали. К сожалению, сегодня, многие из тех, которые голосовали как раз в другую сторону, за рынок и прочее, они снова на политической арене, они снова называют себя коммунистами, даже ленинцами, сидят в думах, в парламентах, и пытаются построить тот же самый рыночный социализм, только сейчас они в виде уже, ну, как бы, встроенный в систему оппозиции, без чего. Вот это, как бы, из воспоминаний, которые относятся к теме, которые, в общем-то, и описаны, и про которые можно прочитать в стенограммах, и даже есть видеозаписи, тоже выступления Михаила Васильевича, например, на учредительном съезде, по-моему, вывешенные на сайте фонде рабочей академии, это все очень полезно и ценно, и для учебы, и для истории, и для истины вообще-то, да, потому что это, это правда, это было. Вот что я хотел сказать по данному поводу, и, может, плавно и перейти, спасибо, Виктор, Аркадьевич, да, я считаю, что тут так на заключение никакого не нужно, что это и было хорошим заключением по этой теме. Можно несколько слов сказать, а? Ну, несколько уж, надо разрешить. Микрофон тогда надо. Была изумительная статья Дякушева при креме государственного капитализма. Дякушева, Дмитрий, или Кармад, Кармад, который там, ДВ, Дмитрий Владимирович, да. Изумительная статья, потрясающая совершенно, здесь рассказан я о этапах, которые прошла наша страна от пути товарного, товарно-денежных отношений, и рассказан о борьбе, которая была между сторонниками рыночного социализма и антитоварников, глубочайший анализ. Замечательная статья, я подготовился, но при таком освещении с моим больным зрением я просто не могу прочитать ее. Ну, я ну, тут у меня помечена изумительная статья, вот я очень советую прочитать всем, кто интересуется этой темой, потому что блестящая. Я вот эту статью за вот эти 15 лет перечитал уже раз в 7. Я все понял. Журнал «Марксизм и современность», 2000-й год, номер 16-17, сквозной. Я думаю, что мы это возьмем на ум, посмотрим, может быть, к следующему, например, заседанию можем и размножить для желающих определенное количество. Якушев Дмитрий, Владимир Ильич, кстати, тоже наш соратник бывший. Да, кстати, его отец Владимир Макарович, он был участником инициативных съездов объединенного фронта трудящихся. Объединенного фронта трудящихся. И даже со мной произошел такой, ну, как бы сказать, курьезный случай. Вот на 28-м съезде партии жили делегаты в гостинице «Россия», которые снесли, а внизу были всякие-всякие пикеты. Желтые, там, зеленые, голубые. И только один был красный. Да? И этот красный пикет с красным таким лозунгом большим, там плакат был «Превратим КПСС в коммунистическую партию». Да, я помню. И вот у этого блокада как раз главным было от Ягтышев Макарыч. А я пришел со съезда и это самое, что-то переоделись. В те времена я еще курил. Вышли там в джинсах, в рубашке, сада. Покурить к этому пикету подходят. Они не очень узнают, там, мало ли кто-то, пять тысяч делегатов. А нам такой лист, плакат, там, Макашова, Легачева, Тюлькина в ЦК КПСС. Я говорю, слушай, ну вот эти два приличные, ребята, Макашов, Сергеев, Легачев, а этого Тюлькина чего вы туда? Иди отсюда, мы тебя сейчас в район очистили. Ну ладно, я хотел плавно перейти к небольшой постановочной задачи. мы говоря о товарно-денежных отношениях при социализме, на лекциях предыдущих говорили, что должен быть действовать противозатратный механизм и в лучшие годы как-то было во временах сталинской экономики, как пел Высоцкий, что было дело и цены снижались. И люди постарше могут даже помнить, как ждали два раза в год выходила газета и там был перечень товаров по группам таким-то, таким-то, на 10%, на 15%, где-то на 20%, где-то на 5%. Это действительно было. А сегодня вот проводя что-ли налогию с современностью и переходя к нашим задачам, цены растут. Растут всегда, растут каждый день, растут пренепременно. И это дело называется инфляцией. И более того, имеются теоретики, которые доказывают, что инфляция это дело а неизбежное, а б даже полезное. Это элемент той же теории Кейнса, что небольшая инфляция, она заставляет, мол, капиталы крутится быстрее. Капиталист, не держит эти деньги в кубышке, не создает в себе этих загровищ в денежной форме, а запускает их в оборот. Дело, металл, торговлю. Ну, и очень сплошная польза. Теперь возвращаемся к нашему сегодняшнему дню. Мы уже несколько раз описывали это дело и значит вновь и вновь как бы обращаем внимание, что в нашей программе совместной коллективных действий, которая принята наиболее прогрессивными рабочими профсоюзами записана борьба за необходимость повышения реального содержания заработной платы, реального, и как ее элемент это борьба за необходимость индексации заработной платы. почему этот элемент необходим и почему в любом случае индексация нельзя ограничиваться, потому что все одно грабят. Значит, мы это дело уже описывали, я хотел еще раз обратить общее внимание. Вот эта ось, вот это время у нас годы, дни, месяцы и так далее. А это наша ось зарплатная и расходная. Грубо говоря, это деньги. Значит, предположим, у нас сложился определенный уровень расходов скромных. Ну, предположим, питаемся мы на 100 рублей в день. Вот с профессором. Значит, месяц это 3000, в год 36000, по праздникам мы себе позволяем, в сумме это выйдет на 40 тысяч, ну, пусть, примерно, профессор сезагляет. И вот этот уровень идет у нас постоянного расхода. Вот каждый день 100 рублей пошел, 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 пошел. Но приходим мы на завтра и указывается, что эта цена уже чуть-чуть поднялась. Вот она. Приходим еще через месячишко, еще выше. И как бы мы не пришли в какой-то усредненный день, месяц, все время хоть чуть-чуть на дороже, не этот, так, следующий, не следующий, так, это самый предыдущий. Не мясо, так, яйца, не яйца, так, булка, так сказать. И пошло-поехало. И таким образом эти цены двигаются и растут. Но мудрое правительство говорит, заботливое, заботливое, а народе думает, говорит, что, надо же индексировать. Поскольку мы сюда ходим, то каждый день выходит из нашего кармана что-то вынимает, правильно? Но один раз в год, вот он у нас дает этот светлый день календаря, правительство проводит инденсацию. И вот наше содержание с этого уровня проекает вот сюда. Вот сюда. Говорят, вам вернули, повысили же зарплату. Вроде так. Но вот то, что из этого кармана вот здесь, вот, вот, каждый день брали и брали. Но назад вернется ли не? Нет, оно уже вынуто. То есть это инфляция, вот эти гроши, которые до кого-то говорят, да ну что там копейки на 10% по году или что, но все это складывается в огромные миллионы, миллиарды и даже триллион рублей в масштабах. Сейчас нет смысла говорить, кому они конкретно поступают. Абрамович, Виксенберг, Дерибаски там, или какого-нибудь дела, нового или чего-то. Речь идет в том, что класс капиталистов вот эту вот самую величину каждый день изымает с помощью инфляции из карманов трудящихся и присваивает. Вот с этого момента наш уровень стал больше, он вот здесь идет. Но каждый день снова набегает вот эта величина. Каждый день, каждый день, и история повторяется где-нибудь здесь. Это вот механизм, тот, который действует, который работает и прочее. Поэтому, понимая вот этот лукавый, что ли, и законный, законный, оформленный в законах прием, наши товарищи выступают в этой программе, что бороться надо не просто за индексацию. Она еще не везде проводится, индексация. Она на государственном уровне более-менее как-то, а на частных предприятиях он может проиндексировать на 0,001 и сказать, я проиндексирую. Или сказать, нет возможности и все. А бороться надо за опережающую индексацию, за повышение реального содержания. То есть, реальное содержание оно должно перекрывать этот уровень инфляции. А для этого надо бороться и экономически, и политически. А политическая составляющая нашей борьбы, значит, она начинается или когда масштабы борьбы соответствующий уровень обретает, или когда выходим на соответствующие требования государственного уровня, парламентского и прочее. Это я к тому, чтобы для участия в политической борьбе мы вместе задумывались, создавали классовый блок российский объединенный трудовой фронт, в определенной степени преемник ОФТ, объединенного фронта трудящихся, о борьбе которого мы вспоминали и говорили. И вот наши товарищи депутаты, сочувствующие Родфронту или участвующие в Родфронте, пробовали в течение прошлого года несколько раз в статью 134 Трудового кодекса внести поправки, которые требуют вот этой индексации, вот этого повышения заработной платы. Пробовали внести Этману в Силаеву в Ленинградском законодательном собрании областном. Не получилось. Единая Россия выплюнула их. Пробовала Камолова внести в ЗАГСе в Петербургском. Не получилось. Пробовала депутату Турула в Кировском ЗАГСе. Не получилось. И вот пришла хорошая весть наши товарищи в городе Петрозаводск депутаты парламента Корейской Республики Степановый там есть двое муж и жена пользуясь тем что в этом парламенте Единая Россия не имеет 50% голосов. Они в этом парламенте в удобный момент поставили этот закон на голосование а удобный момент заключался в том что только что этот парламент пошел навстречу господам предпринимателям вот по ограничению золотых парашютов бонусов и прочее прочее и когда после этого вышли на трибуну говорят вот вы так за жирных котов тут болеете а вот для трудящихся рабочих давайте-ка вот эту проголосуем и видно им было совсем неудобно и они проголосовали за этот закон таким образом теперь попадет в Госдуму мы еще ой как далеко до принятия скорее всего его не примут не в этом дело дело в том что впервые наш представитель в этом созыве Государственной Думы выйдет на соответствующую трибуну и озвучит те мысли которые мы уложим в уста которые мы вместе сформулируем где мы вот эту мысль о необходимости борьбы вот эту и необходимости борьбы что это надо и в кодекс включить и что надо борьбу за коллективные договора на это дело нацеливать потому что все решается конечно не записями где-то в законах не голосованиями а соотношениями сил в борьбе будет перевес сил будут и уступки в реформах тот же Ленин говорил что мы не отрицаем реформирования только мы стоим на той позиции что реформы являются побочным продуктом классовой борьбы спасибо за внимание да так оно и есть какие суждения по этому поводу пожалуйста простите пожалуйста а если уж выйти на трибуну не топиться трибуны то стоит ли там давайте поджарную копейку а не сказать ли что вы поменяете нам схему государственного устройства на социалистическую можно и это сказать но я вас уверяю что та публика которая сидит в этом зале она ну как бы сказать даже не услышит этого дела значит у меня был рекорд когда я в Думе выступал один раз когда в зале сидело передо мной три человека это при том что все кнопки горят да и три человека это сидят представители фракции которые после этого выступления оно было последним соберут все эти карточки и унесут так сказать до следующего заседания поэтому нам не столь важно даже что он скажет ну как бы в Думе тем кто там сидит нам важнее что мы донесем вот эту мысль до профсоюза для тех кто борется до том что вот он законопроект и наши предложения и вот как они себя вели простите мне не позволено но не могу согласиться дело в том что это выступление будут конечно снимать на телевидении невольно все попадет в кадр и при всей аудитории страны так какие заявления делать о том что вот донесли эту позицию или все таки что мы хотим советскую власть требуем советскую власть пусть это будет не на расчете на исполнение но разве Ленин делал то что было рассчитано на исполнение это тоже всегда было рассчитано на неисполнение делали и то и другое я думаю что мы что одно другому не мешает заложить в 10-минутное выступление в том числе мысль что от вас мы ничего не добьемся и рано или поздно будем поворачивать да сейчас решается отношение сил и сейчас надеется что у кого-то там совесть проснется и он будет голосовать в другую сторону наивно да наивно это наивно так еще какие суждения а по телевидению стоп по телевидению есть интернет записи там думает только там можно смотреть а так это же тысячи часов этих заседаний кого вы там смотрите или видите кто там за ними наблюдает вот и здесь сидящий кто смотрит в интернете или где что там в доме делается скучно это никто еще суждения ну что хватит ну что дорогие товарищи спасибо я думаю что был интересный и теоретический разговор и интересные воспоминания и предложение само по себе но прошу не забывать что мы не просто за инфляцию а за повышение уровня реального содержания зарплаты в котором вот эта борьба за инфляцию значит является лишь моментом ну и конечно если есть возможность заявить это в думе конечно это надо поддержать и заявить решите на этой оптимистичной ноте тогда закончить вот у нас следующую следующий раз то какая тема по-моему мы должны подойти к Новороссии с учетом а да да там подойдутся товарищи из Новороссии я думаю что это будет интересный содержательный и практический разговор поэтому да из РКР из Нижнего Новгорода приедут товарищи тоже я думаю что будет что доложить поэтому будет интересный разговор ждем следующий до свидания до свидания